Субтитры предоставлены Субтитры предоставлены И еще за то, что сейчас некоторые наши бойцы 30-й бригады находятся в окружении Луганской области. Какие действия делаются для того, чтобы их из окружения забрать? Генералу-лейтенанту Литвину хотелось бы задать вопрос, вот конкретно, командующий восьмым корпусом, полковник Нестеренко. Это командир бригады, который непосредственно командовал данной операцией. И еще казалось, что против вас эту справу прошли. Да, пытаются это сформулировать как дезертивство. То, что мы отступили от Степановки, это как дезертивство расценивается. За утверждением, вот, безусловно службовцев бригады, командувание, в том числе бригады, залишило район проведения антитеррористической операции, залишивши бойцов, фактически, без командования. А это, в свою очередь, на этом неделе мы подготавливаем в Генеральную прокуратуру заявку, потому что тут есть знаки криминальных правополучий. Да, ребята рассказывали, под Саур-могилой там сотни лежат мертвые. Как их считать? Если говорят, что погибло, 9 бойцов за день, или лишь 5 бойцов. За полчаса, за час только погибло. Еще есть у меня такой вопрос. Каким образом за 2 часа, за 2 месяца до того, как мы пошли на зачистку Саур-могилы, сепаратисты узнали о том, какая бригада, в каком составе, с какой техникой и со всем остальным пойдет на зачистку этой высоты. Откуда пошла информация за 2 месяца? Вот эти все вопросы я хочу задать непосредственно нашему вышестоящему начальству. Когда ты ищешь руководство свое, когда выходишь на связь, а его просто нету, оно просто не отвечает. Когда просишь связи, какие наши дальнейшие действия, потому что командование должно как-то руководить своими войсками. Если нет войск, начинается хаос, начинается самоуправство, то есть тупо люди начинают думать сами, как выжить в этой ситуации. Если бы был командир, определенный, который мог бы взять на себя ответственность. Значит так, ребята, либо занимаем оборону, либо все вместе отступаем. Но до сегодняшнего дня я лично не видел ни одного офицера, который мог бы взять на себя вопросы, ответы на эти вопросы. Я задаю всем офицерам, с которыми я встречаюсь, слышу в ответ только одно. Меня там не было. Это был не я. Вот спрашиваете у них. А у кого я спрошу? Говорю, а где мне его найти? А он там в АТО, но с ним связи нету. Тоже интересный вопрос. Почему вы там в АТО? Где вы там в АТО? Где вас можно найти? Потому что я вас не вижу. Многим офицерам хотел бы посмотреть в глаза, у которых просили огня ребята на себя. Ребята реально просили огонь на себя. Разведчики, которые готовы были пожертвовать собой ради того, чтобы спасти нас всех. Огня на себя не было. Огонь. Через каждые 15 минут уточнялись данные информации. Уточни, пожалуйста, координаты. Уточни координаты. Каждые 15 минут. Это два часа подряд. За два часа, я не знаю, можно было сравнять все вокруг землей. Просто я ни с кем не могу встретиться. С кем я не встречаюсь из офицеров. Ну, простой ответ. Это же не я вам говорил. Это и все. В часы не нас никто не встретил. Мы вышли на плату вчера. Нам сказали. Мы вас не собирали. Все, расходитесь обратно. Что это получается? Мы там не остались живые, вышли оттуда. Сейчас мы никого не надо. И никто не знает, что остается. Я просил меня на себя. Я не просил. Я пришел с людьми поспілкуватися, а не на камеру поспілкуватися. Чи появилось расследование по нашим командирам, которые нас оставили посреди в Степаневске. Чому не отдавалися команды? Чтобы людям просто это объяснить. Потому что люди сейчас не знают, что делать. Приветствую. Продолжение следует...